сделаю небольшое пояснительное такое видео относительно аптечек еще раз возвращаемся к аптечкам еще раз приходится пояснять объяснять в частности относительно индивидуальных аптечек первого и второго эшелона их стоимости и тому подобное давайте еще раз напомню что в нынешних условиях в современных условиях ведения боевых действий на нашем театре военных действий ваша аптечка индивидуально это единственное что у вас есть это единственно чем вы сможете оказать себе помощь или оказать помощь товарищу эвакуации скорее всего не будет она будет производиться силами самого раненого вот были случаи когда раненый полз 5 дней 7 дней даже больше это все на моих глазах было выбирается как может потому что небо контролируется и тому подобное в общем как говорится кто не верит приезжайте покажу попробуйте увидеть бригада там скорая помощь к этого функционная группа тому подобное просто не подъедет он не сможет подъехать и все чем я еще раз повторю все чем будет оказана первая помощь это будет как раз то самое держит сам то самое содержимое аптечки первого и второго эшелона если ваши аптечки турникет или жгут которые не отработают на сто процентов считайте что их там нет там должно быть самое лучшее самое эффективное средство если ваши аптечки нет гемостатических бинтов в достаточном количестве это конец потому что в случае того ранению где невозможно наложить турникет или жгут справляется только гемостатический бинт а он не может стоить копейки хороший бинт а их должно быть минимум два лучше четыре в том случае когда ранение в конечность наложен жгут турникет но нет возможности эвакуировать раненого прямо сейчас возможно еще сутки а то и двое вы не вытащить будет то единственно возможность как раз спасти его конечность это опять же тот самый гемостатический бинт и нормальный бандаж бандажей тоже должно быть несколько и лучше не 4 дюйма 6 а то и 8 и должно быть несколько этих самых бандажей далее а что у нас не моторах сам наверное должен быть работающие окклюзионные пластыри который клеится на все на кровь на говно на волос на жир на все а если их нет человек случае соответствующего ранения просто умрет и в этих условиях при достаточном количестве перевязочных средств гемостатических средств и кровоостанавливающих средств ну и прикиньте сколько будет стоить аптечка но птичка индивидуальная боец и должен покупать сам собственно по этой причине я все когда занимался какими-либо гуманитарным вопросом если привозил какую-то медицину на фронт это были только рюкзаки до на подразделение привозил только медицинские рюкзаки для специалистов бойцам аптечки я принципиально не привозил потому что если человек это индивидуально человек должен знать как этим пользоваться и собрать сам себе аптечку в этом случае она отработать на сто процентов единственным исключением было когда я аптечки укомплектованные привез для своего батальона для своего барса да там хорошие аптечки укомплектованные это они потому что ребята и до до сначале как-то так поэтому резюмируя что могу сказать я видел достаточно бойцов которые погибли только из-за того что их аптечки были собраны неправильно либо были собраны из какого-то китайского говна и здесь вопрос не в экономии вопрос в человеческих жизнях и человеческом здоровье в русских жизнях и в русском здоровье поэтому когда вы что-то дешевое собираете и отправляете бойцам то может быть вы просто не знаете может быть вы думаете что вы делаете хорошее дело на самом деле вы убиваете людей даже если боец приехал там с фронта и сказал что да у меня там была вот такая дешевая китайская аптечка она отрабатывала все прекрасно это еще ничего не значит есть личности которые принципиально на базе не берут аптечки потому что это плохая примета для них это конченые дебилы им просто бывает повезло их не убили я не считаю что это им просто потому что вот они не взяли аптечку всякое бывает поэтому в военных вопросах нужно ко всему подходить максимально профессионально изучить вопрос отработать и вперед если уже заниматься какими-то гуманитарными вопросами что-то как-то собирать помогать то еще раз повторюсь основывайтесь на опыте и лучше всего на своем нет опыта пожалуйста приезжайте и набирайтесь слава руси без добра